всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить на тему фейдов а именно как с ними оперировать в лоджик и вообще какие есть советы по фейдам на самом деле вопрос довольно необычный потому что не все понимают во первых как фейды работают когда и как ими пользоваться и что делать если фейдов у нас нет возможности поставить например когда речь идет про миди дорожки или про драмер или там сэшен инструмент и так далее точнее сэшен musicians то есть мы про это сегодня все поговорим значит вкратце что такое фейд это такое короткое нарастание звука который есть ну в принципе в любом секвенсоре которая ставится в начале или в конце так называемый фейдин фейдаут я сейчас зажимаю сочетание клавиш control shift для того чтобы делать довольно быстро без каких-либо проблем фейды но в лоджике также есть отдельная инструмент так называется фейд тул вот он то есть тогда мы можем просто левой кнопкой мыши выделять нужную зону то есть не зажимая никаких никаких комбинаций клавиш на свете появляется такая вот здесь точка удобная для оперирования и можно потом еще здесь за середину брать и тянуть и создавать как бы разные резкие нарастания или наоборот ну точнее в данном случае плавное нарастание у нас идет громкости здесь у нас идет резкое нарастание то есть сразу начинается фейды нужны как правило для того чтобы сгладить например атаку звука или например чтобы не было щелчков в точке разреза то есть если я разрезаю какой-нибудь звук но допустим вот таким образом и сейчас продемонстрирую на вот этом вот барабанном лупе вот видите я сейчас прям нажимаю play и самое начало меня звука начинать с таким неприятным цифровым треском вот чтобы этого не было можно поставить короткий фейд и вот уже щелчка нет то есть это ну самое частое использование как правило фейдов то есть в момент монтажа сейчас мы откатим все обратно как было второй момент часто это когда создается какие-то плавные затухания то есть у нас в конце так называемый фейдаут можем сейчас здесь инструментом протянуть то есть у нас звучит какая-то партия и она затухает то есть и то же самое можно делать здесь так и более такое логарифмическое затухание что звучит как правило более естественно и более логично всегда ну или какое-то внезапное в общем ну это все довольно здесь я думаю понятно но в рамках этого ролика я хотел все-таки поговорить не столько о том что такое фейды как ими пользоваться но если что на всех случаях кто не знает здесь закладки more для выделенного региона еще можно в цифровом эквиваленте вбивать в миллисекундах значение фейдов то есть если вы прям хотите четко какое-то количество вбить чтобы у вас фейд длился то вы можете сделать это вот здесь цифровым значением но также можно делать кросс фейды между двумя регионами то есть тоже через фейтул или через комбинацию клавиш control shift я уже привык к ней поэтому я фейтул вообще не пользуюсь но вопрос в том что же такое фейд значит фейд по сути вот если мы сейчас берем аудио это очень важно именно для аудио регионов это актуально то что сейчас скажу это по сути воспроизведение файла с постепенно нарастающим гейном то есть у нас есть некий уровень с которым записан наш файл на жестком диске и вот момент фейда у нас logic как бы начинает плавно наращивать громкость именно считывание громкости с файла на жестком диске это очень важно это то же самое что мы вот здесь меняем гейн то есть вот мы меняем форму волны да то есть мы можем с разной громкостью считывать файл с жесткого диска таким образом но компенсируя там может быть очень тихую запись или наоборот слишком громкую запись то есть мы можем здесь гейном это понизить повысить а фейд он как бы такой плавный гейн то есть у нас минус бесконечности он просто возвращается до своего реального значения который у нас есть гейн или усиленного значения если мы здесь что-то меняли то есть так это работает и спрашивается ну и ну и зачем нам это знать для чего нам эта информация эта информация очень важна для работы плагинов то есть так как это у нас происходит до попадания в logic то есть logic изначально файл считывает вот с этими значениями этими изменениями то если я поставлю какой-нибудь плагин ну например компрессор то есть плагин который зависит от входного уровня то есть его работа зависит от входного уровня то с наличием фейда работа может в какой-то момент просто ну перестать перестать грамотно работать давайте я сейчас чтобы было понятнее зацикли вот этот drum loop поставлю компрессор на него и будет это более понятно то есть я сейчас быстро настрою компрессию чтобы у нас просто она срабатывала ну допустим так давайте даже включу отображение графика то есть вот видите у нас происходит компрессия и давайте я сейчас просто возьму и например здесь сделаю быстрый фейд и посмотрим как работает компрессор и увидите что последние удары которые уже стихают они у нас остаются без обработки да казалось бы ну и что там же меня звук то тихий и уже мне все равно там работать компрессор не работает в миксером уйдет но если речь идет о полном миксер мастеринге то есть очень часто я знаю что люди когда делают мастеринг то есть них полный файл ставит на прям на дорожку с этим мастер файлом точнее при мастер файл сведенным файлом еще без мастеринга ставят обработку цепочку из мастеринг плагинов это может быть там конь-то и зато по зону что угодно и делают в конце какой-нибудь такой длинный фейд там в конце песни и проблема в том что на звучание этого фейда вся цепочка плагинов получается уже работает не так адекватно как она работала на всем звучание файла до этого потому что очень много в премастеринге плагинов зависим зависящих от входного уровня всякие компрессоры лимитры там сатураторы и так далее и они будут вот в эти финальные секунды но если вы конечно используйте фейд сейчас фейда очень редко используется в мастер в мастерах современной музыки но иногда еще встречаются просто чтобы вы знали что при таком случае к сожалению фейд не самая лучшая история то есть сперва лучше сделать мастеринг полный всего файла даже если вы планируете фейдаут и потом уже к мастеренному файлу где уже никаких постобработок не требуется сделать на отдельном файле фейд и уже потом его еще раз вывести либо вообще это сделать в другой программе я например такие мастер фейды на мастерах делаю вообще в рэксе ну как такой совет что же давайте теперь перейдем к другим вариантам то есть что же нам делать если мы хотим работать со с миди доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусти вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic про и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене при работе с миди у нас фейдов никаких нету да многие за это ругает logic то что по сути нет ничего сложного сделать какой-то некий фейд для миди то есть также его визуально отображать то есть что в этом такого просто будет громкость воспроизводится инструмента с нарастающий громкости но видимо чисто математически сложно сделать потому что тут как я уже сказал у нас воспроизводится сам файл жесткого диска видео это по сути воспроизведение звука в реально время то есть у нас этот файл еще не записан то есть миди каждый раз наш компьютер воспроизводят с нуля. То есть, вот, каждое воспроизведение, по сути, новый звук, пока вы не переведёте это в аудио. То же самое касается и Session Player инструментов, которые, по сути, тоже являются под собой, под капотом MIDI-инструментами и, ну, никаким образом не связаны с аудио ещё, пока вы их не сбаунсили. Вот, поэтому здесь фейды так таковые просто невозможны, во всяком случае, на текущий момент и в том виде, в котором я показал. Поэтому здесь у нас вступает в силу автоматизация. Значит, если мы берём вообще автоматизацию, то автоматизация у нас уже работает постфактум. То есть, она работает после всех плагинов. То есть, у меня, если стоит какой-нибудь компрессор или ещё что-то на вот этой дорожке с MIDI-информацией, то вот эта автоматизация, она работает уже постфактум. То же самое, кстати, касается той темы, что я сказал по поводу мастеринга. То есть, если вдруг вам неудобно делать двойной баунс, вы можете всегда фейдаут делать не фейдом, а делать его также автоматизацией. То есть, в конце просто аудиофайл, чтобы у вас затухал. И к автоматизации можно также применять все вот эти кривые. Я всё это тоже делаю через Ctrl-Shift. Та же самая команда. То есть, тоже, в принципе, очень похоже. И, по сути, вы создаёте такой некий же фейдаут. И вот в данном случае у вас плагины будут работать, как ни в чём не бывало, потому что аудиосигнал исходный у вас поступает на плагин абсолютно в таком же виде. А вот уже сам звук будет у вас плавно утихать по тому закону, как вы пропишете автоматизацию. А вот в MIDI у вас выбора нет, у вас только таким образом. То есть, вы работаете только, получается, постфактум. То есть, у вас вся цепочка отзвучала, инструмент, какая-то обработка. И потом вы ставите автоматизацию фейдера громкости вот этого. И он у вас работает как фейд-ин. И потом в конце работает как фейд-аут. В чём преимущество такого варианта автоматизации? В том, что вы таким образом, во-первых, можете работать с зацикленными регионами. Вот как вы здесь, если посмотреть, вот вы увидите, да, вот у меня есть цикл. И, ну, то же самое касается, кстати, аудио. То есть, если у вас есть цикл, и вы сделаете фейд-ин на одном из, ну, из основных кусочков, то, видите, автоматически фейд применяется и ко всем зацикленным регионам. То есть, как бы, копиям его. Поэтому вам придётся, если вы хотите только на первом делать фейд-ин, то вам придётся, например, обрезать второй вариант, у него уже убирать фейд, и тогда все клоны перестанут этот фейд воспроизводить. Ну, то есть, очень много вот таких вот каких-то нюансов, которые постоянно вносят свои коррективы, об этом надо помнить, не забывать. Так что я вам сейчас здесь стараюсь просто накинуть все практические советы, которые вообще могут у вас возникнуть в связи, ну, ситуации, которые могут возникнуть в связи с фейдом и так далее. Так вот, что касается автоматизации, то есть, вы это работаете как бы постфактум, вы можете всё это вот так вот влиять. Более того, автоматизацию можно переключить в режим region, то есть, прям в регионе прописать изменения той же самой громкости, и потом просто вместе с регионом это копировать. Но в данном случае у нас это будет не очень актуально, потому что у нас здесь есть цикл, опять же, у вас будет он повторяться, эта автоматизация. То есть, в данном случае всё-таки лучше вернуться в автоматизацию трековую. Ну, в общем, с автоматизацией вы можете работать. Но проблема в том, что если вы прописали автоматизацию и захотите потом вдруг в миксе что-то поменять, вы уже это здесь сделать не сможете, потому что у вас прописан чёткий график, и при воспроизведении у вас фейдер обратно отпрыгнет на то значение, которое здесь прописано. То есть, либо вам придётся здесь менять автоматизацию полностью, зажимая Option, чтобы у вас плавно всё менялось вверх-вниз для всего графика на треке. Либо второй вариант, которым часто пользуются, не используют волюм-автоматизацию вообще, чтобы вы имели возможность независимый фейдер всегда подкрутить, что-то добавить. Но поставить плагин Gain, который может, кстати, быть не только первым в цепочке, но и последним. И для этих плагинов Gain просто прописывать автоматизацию. То есть, например, для вот этого плагина Gain, если я прописываю автоматизацию, сейчас мы возьмём Gain, собственно, Gain. И если я вот здесь прописываю автоматизацию, то, по сути, я сейчас имитирую фейд-ин. То есть, то же самое, что мы делали с аудио вот эти вот фейды. Потому что этот гейн у нас стоит первым в цепочке, и, соответственно, компрессор, например, который стоит после этого гейна, уже будет реагировать так же, как на фейд-ин. То есть, у нас он сперва работать не будет, и только при достижении отстроенного нами уровня Итершолда уже начнёт работать. То есть, вы можете как бы влиять на то, как компрессор будет у вас работать в начале, ну, на первых нотах, да, скажем так, или на первых ударах, если это барабаны, или не будет. Если вы хотите, чтобы он работал, то вы тогда, соответственно, здесь не автоматизируете гейн, а открываете автоматизацию последнего гейна в цепочке, который у вас стоит на канале. Например, вот он. И уже автоматизируете его. И, по сути, это будет как замена фейдера громкости, потому что у нас гейн сразу после плагина, точнее, сигнал после плагина гейн будет сразу попадать на фейдер громкости, и, по сути, это то же самое. То есть, то, что мы прописываем автоматизацию вот этого гейна плагина, то же самое, чтобы мы прописывали автоматизацию для вот этого фейдера. Но в таком случае я фейдер смогу всегда спокойно потом подвигать. То есть, если я уже прописал автоматизацию, она мне нравится по звуку именно художественно, что я хочу, чтобы вот это электропианино плавно вот с таким вот нарастанием выезжала, скажем так, из тишины, но потом в миксе мне будет возможность подстроить это пианино громче-тише, то вот тогда я выберу такой вариант. То есть не автоматизируя ручку громкости. Но если я уже делаю какой-то финальный микс, знаю, что это будет уже финальная ручка громкости, ну, уровень громкости, то я это сделаю уже скорее, ну, чтобы не ставить лишние плагины, просто сделаю ручкой громкости. Что ж, вот такие советы. То есть, еще раз напомню, у нас на MIDI-дорожках вообще нет возможности делать вот такие классические фейды, поэтому у нас есть только возможность работать с автоматизацией и использовать либо автоматизацию фейдера, но тогда она будет работать после всех плагинов, это надо всегда помнить, либо мы можем делать автоматизацию плагин-гейн, который нужно предварительно поставить, ну, либо в начало, либо в конец, либо и туда, и туда, если вы хотите делать какие-то разные типы автоматизации громкости. Что ж, пишите в комментариях, было ли вам полезно это видео, пользовались ли вы вообще фейдами и знали вот вы все вот эти нюансы, которые я рассказал в этом видео, В принципе, это важно помнить, это такой некий ликбез, те, кто давно работают, естественно, все это знают, но я решил просто собрать все в одном видео, чтобы, если у новичков возникнет вопрос вообще, что лучше, автоматизация или фейд, или чем лучше работать, как, чтобы в лоджике они понимали, вот, какие есть, в принципе, возможности. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok